Очень забавно смотрится вот этот вот парень из НОДА у посольства Соединенных Штатов Америки на Новинском бульваре в Москве. Вот ежедневно здесь стоят вот эти НОДовцы. Ради чего? Вот этот кровавый адский театр. В авторской колонке для влиятельного издания Newsweek Стив Кортес, бывший советник 45-го президента США Дональда Трампа, обрушился с резкой критикой на Владимира Зеленского, президента Украины. Так он назвал господина Зеленского коррумпированным автократом. Вы ничего похожего не замечаете? Здравствуйте, друзья! С вами снова я, Захарыч Блаженный. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Описание подскажет, как поддержать мой труд. И я в вашей поддержке нуждаюсь, потому что тружусь сам по себе. Со всем мне бывает непросто в этом объятом безумием Граде Клептосе и в этих землях Арафистании. Ох, старый матрос Джонас просто сходит с ума. И знаете, прошу, дорогие друзья, только не кидаться на меня с кулаками поклонников и почитателей великой украинской идеи и так далее и тому подобного. Но я со Стивом Кортесом согласен. Господин Кортес говорит, что там в Украине нет национальных интересов США и Америке там попросту нечего делать. Вот, это первое. Во-вторых, он выразил глубокое неудовольствие тем, как Владимир Зеленский осваивает уже выделенную ему помощь. Вот, деньги пропадают и так далее и тому подобное. А я же хочу вам сказать, что схожесть почерка, идентичность почерка в паттернах поведения говорит о том, что этот вот всплеск господина Кортеса – это еще одно доказательство, улика того, что заправляет всем этим бедламом на территориях бывшего Советского Союза одна группировка. Правда, у этой группировки уже отсекли, дорогие друзья, выход в Среднюю Азию. Да-да, Казахстан более недружественен. Потихонечку влияние группировки распадается. Но господин Зеленский совершенно очевидно действительно из этих. Вот. И поэтому совершенно нелепыми выглядят для меня отдельные метания отдельно взятых личностей, которые стремятся идти, сражаться за какой-то русский мир, когда это, по сути, борьба самих с собой, славян со славянами. Спускание крови в землицу. Вот что это такое. Что ж, друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Описание видео подскажет вам, как поддержать мой труд. Я в этом нуждаюсь. Также господин Кортес отметил, что Зеленский, несмотря на всю свою дикую занятость и боевые действия, нашел время попозировать в журнале ВОК и повыпендриваться. Вот такие дела. Знаете, это все косвенно. Это, конечно, никакие не доказательства. И Зеленский выглядит настоящим патриотом, отцом украинской нации. Но по итогам просто очень-очень много смертей. А по финальным итогам вспомните такого человека по фамилии Яценюк, который был то ли премьер-министром, то ли кем-то еще тогда, в событиях 2014 года. Теперь Яценюк владелец сети отелей в штате Флорида, США. Ох уж это солнечная Флорида, там так жарко. Атлантический океан теплый-теплый, как молочко. Вот, красота просто. Хорошо устроился Яценюк. Вот, развал, разграбление Карфагена продолжается. Такие дела. Сколько же ненависти. Сколько к нам ненависти. План-то давний. Что ж, друзья, сохраняйте здравомыслие. Сохраняйте головы на плечах. Занимайтесь физкультурой. Избегайте вредных привычек. И берегите жизни. Свои и своих близких. И тех, кто рядом. Вот. От глупых поступков, от странных поездок. Закрытие оппозиционных СМИ, посадка в тюрьму или лишение гражданства оппозиционных тебе политиков. Все это не осталось без внимания Кортеса. Вот. И все больше и больше видно, насколько сильно отдаляется от шкалы западных демократических ценностей кровавый комик Зеленский. Одним из объяснений того, почему таким необычно большим одобрением пользуется кровавая инициатива никем не избранного Горцуна на потайных каблучках, может быть то, что люди действительно устали от отсутствия национальной идеи, от отсутствия сплоченности, патриотизма, от постоянной замены вот этих понятий на фальшивки и обман. Вот. И когда им предложили нечто такое сплачивающее и заговорили лозунгами, многие повелись. Женщины Есенина. Эх, что ж, пойду нырну в свое одиночество. В свете происходящих событий, уважаемые карфагеняне, хочу сказать, что письмо мозгового, того самого мозгового, приобретает все большую и большую актуальность. Если вы хотите его прочитать, загляните в описании. Там ссылка на два телеграм-канала. Подпишитесь на оба. Там это письмо.